здравствуйте дорогие друзья это канал mbs электроникс с вами снова я олег сегодня у нас в городе дождливая пасмурная погода как раз для того чтобы сидеть дома и заниматься чем-то интересным например сборочкой станка с чпу который пришел мне недавно из китая с алиэкспресс и распаковкой которого мы занимались с моим другом олегом в предыдущем видео к сожалению олег не смог прийти сегодня на съемку сборки станка и мне придется этим заниматься одному здесь на верстачке у меня детали станка а инструкция по сборке вот она здесь на большом телевизоре прямо напротив меня но прежде чем приступить к сборке станка к сожалению придется заменить вот этот конденсатор конденсатор оказался с дыркой здесь по входу это по питанию стоит электролитический конденсатор на 220 микрофарад 50 вольт и в нем в его корпусе пробита отверстие видите дырка такая дырка чем они ее прокололи совершенно непонятно просто мне придется сейчас поменять конденсатор какой-то конденсатор впаять вместо этого таком виде конечно плату запускать не стоит может даже быть замыкание по питанию есть там глубокая такая не знаю как можно было пробить такую дырку конденсаторе хорошо что не в микросхемах вот и так все визуально осмотрел вроде бы везде все в порядке вот он несчастный конденсатор его отпаял но он оказался исправным как ни странно я вот померил емкость 220 микрофарад заменил конденсатор вот в этой коробочке в моей с конденсаторами на 220 я не нашел но нашел два конденсатора на 100 микрофарад параллельно их соединил получилось 200 микрофарад принципе здесь не критично потому что эти конденсаторы просто стоят по питанию параллельно входному разъему вот этому куда включается адаптер приступим к сборке и так сначала делаем рамку делаем раму у нас отрезки профиля 240 миллиметров и 220 миллиметров двух размеров есть вот такие уголки они устанавливаются вот здесь и крепляют раму в комплекте вот такой набор различных ключей шестигранников вот такие хитрого вида гаечки вставляются в прорези профиль у гайки с одной стороны есть скругление а с другой вот такой вот выступ так вот этим выступом нужно закручивать внутрь сюда вот вот именно так вот так вот ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Основание готово, перекосов не должно быть. Собираем вертикальную часть рамы. Используем оставшиеся отрезки профиля длиной 220 мм и длиной 200 мм. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Два отрезка профиля длиной 200 мм. Закрепляем вот так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Расстояние между центрами втулок должно быть 120 мм. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Две направляющие, диаметр 8 мм, длина 240 мм. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Такие штуки, напечатанные на 3D-принтере. Подшипники там внутри линейные. И одна вот такая штука. Там резьбовая втулка внутри. Это под шпильку. Вот эти вот втулки с подшипниками напечатаны на 3D-принтере. И они немного в минусе отверстия. Винты плохо входят. Пришлось взять вот сверло, пятерочку, и рассверлить отверстие. Частая история с печатью на 3D-принтер. За счет усадки пластика отверстия получаются в минусе. Вот так это выглядит. Расстояние от края профиля до края вот этой детали 10 мм, 10 мм, 10, 10. Между центрами 120 мм. Сейчас нужно столик закрепить на направляющих. Более-менее затягиваем, потому что вся эта штука будет вибрировать так неслабо во время работы, я думаю. Вот здесь пришлось подложить под вот эту деталь картонную прокладку, иначе при затягивании не удавалось получить легкого хода. Шпилечка длиной 23 мм. Для оси Y. Еще здесь вот такая втулочка. Она устанавливается вот сюда. И закручиваем шпильку. Берем шаговый двигатель, вот такую штучку, и винтики на М3. Вот такую муфту нужно закрепить на валу шагового мотора. Оставшиеся два уголка. Будет вот так. И еще осталось закрепить вот эти две детали вот таким вот образом. Винтики, опять же, не входят в отверстие, поэтому придется взять сверло и расковырять. Таким вот образом. Все. Фактически на этом сборка рамы станка завершена. Вот такая у нас получилась рама. Мы уже собрали ось Y. Осталось у нас собрать узел оси X. Достаточно жесткая рама. Продолжение следует... Узел оси Z приехал уже в собранном виде, собирать его не надо, так его и устанавливаем Узел оси З приехал уже в собранном виде, собирать его не надо, так его и устанавливать Узел оси З приехал уже в собранном виде, собирать его не надо, так его и устанавливать Узел оси З приехал уже в собранном виде, собирать его не надо, так его и устанавливать Вставляем резьбовую шпильку в муфту на валу двигателя и закрепляем винтиками Узел оси Белый шпильку в муфту на валу двигателя и закрепляем винтик Немного ослабим крепление шагового двигателя и закрепляем винтик И слегка перемещая его вверх и вниз установим в правильное положение После этого зафиксируем затягивая винты Установка подшипника с противоположной стороны, пришлось опять рассверлить отверстие в пластике Ну вот на самом деле вся механика станка собрана, все оси на месте и все работает Это у нас ось Y, ось X и ось Z вот эта, она была уже собрана Сейчас необходимо установить плату управления Плата управления, прежде чем ее установить Вот на эти три микросхемы в контроллерах шаговых двигателей Я установлю маленькие алюминиевые радиаторы, которые были в комплекте При установке радиаторов надо следить, чтобы они с собой не замкнули вот эти контакты Чтобы не было замыкания Устанавливаем в отверстие платы все те же винты М5 на 10 и гаечки Только еще применяем капроновые вот эти шайбы Двигатель шпинделя Красной точкой помечен плюсовой вывод Одеваем сюда красную клемму, красный провод Соответственно черный на минусовой вывод Мотор подключаем в гнездо, помеченное как шпиндель В случае использования лазера, его подключаем вот в это гнездо Есть еще набор стяжек, которыми можно зафиксировать провода Но я пока этого делать не буду Проверю, работает ли все Только потом я зафиксирую все провода Вот это блок лазера, 2,5 вата Вот такой у него разъемчик, который подключается в соответствующее гнездо на плате управления В случае, если мы хотим использовать лазер Лазер мы устанавливаем вместо шпинделя Подключаем его вот сюда И работаем Видите, здесь даже есть охлаждение этого лазера Вентилятор такой На радиаторе его 12 вольт, 2,5 вата Лучи смерти Ну что ж, друзья, поздравьте меня Я только что собрал первый в своей жизни вот такой красивый станочек с ЧПУ Никаких драйверов мне устанавливать не пришлось Потому что вот этот 3D принтер, который у меня здесь У него связь с компьютером реализована на том же самом чипе, что и у этого станка И драйвер уже стоит Это китайская микросхема виртуального компорта Вот, запустили программку И Вот он откликается По оси Y двигаем По оси X Здесь можно поменять Вот на миллиметр сейчас будет двигаться Такими шагами по миллиметру Одной десятой миллиметра И вверх-вниз Это по оси Z Визуально кажется, что это больше, чем миллиметр Но на самом деле это миллиметр я измерил Штангенциркулем Что он передвигается на миллиметр И можно запустить шпиндель Вот шпиндель Включаем Включает крутится Можно регулировать обороты Ну, в общем, сборка успешная Все с первого раза завелось В следующем видео будем пытаться уже что-то обрабатывать Или выжигать этим лазером Ну, на сегодня все, друзья Ставьте лайки Подписывайтесь на наш канал Всем желаю Всего самого наилучшего Всех благ До свидания Субтитры сделал DimaTorzok